Теплая улыбка, добрый взгляд и готовность всегда прийти на помощь. Более тысячи волонтеров задействованы на вторых играх стран СНГ. Сегодня узнаем у них, каково это создавать особую атмосферу праздника. Отбор ребят на такое престижное мероприятие начался еще в ноябре 2022 года. Тогда поступило в районе 2000 заявок. Среди волонтеров учащаяся студенческая и работающая молодежь нашей страны и не только. Были также заявки даже из Российской Федерации, Казани, где прошли первые игры стран СНГ. Набор дополнительно ребят распределяли, когда уже было сформировано города, в которых будут проходить соревнования. Ребят распределили уже с учетом их проживания и локации, где будет проходить направление того или иного спорта. При отборе добровольцев учитывался опыт участия в спортивных мероприятиях, а также знания иностранных языков. В период с апреля по июнь ребята прошли тщательную подготовку, которая включала в себя несколько этапов. Первый этап был более практический, который тоже состоял из нескольких блоков. Первый блок был посвящен истории создания игр, также нашему бренду вторых игр стран СНГ, логотипу. Второй же блок представлял из себя знакомство с различными видами спорта, соревновательными и несоревновательными объектами. Этот блок помог разобраться волонтерам в функционировании игр. Третий этап был посвящен полностью самому волонтеру. И заключительный четвертый блок – это развитие коммуникативных навыков волонтера. Практическим этапом обучения стал период тестовых игр, который прошел с 1 по 17 июня. В этот период ребята познакомились с самим объектом внутри, ядра, на котором они работали. Они познакомились с различным функционалом своего задействования. И в принципе тот функционал, который был определен в период тестовых игр, по большей части за ребятами и закрепился. Функции, которые выполняют волонтеры на вторых играх стран СНГ, достаточно разнообразные. От сопровождения команд и даже до помощи в навигации. Когда ребята стоят по всему периметру спортивного объекта, чтобы любой человек, у которого возникают какие-либо вопросы, он мог сориентировать. И если волонтер чего-то может не знать, то у него обязательно есть контакты людей, у которых он может уточнить, у координаторов на своей площадке. Студент Белорусского государственного аграрного технического университета Николай Осик, узнав про то, что ведется набор волонтеров на игры, тут же решил записаться. И удача ему улыбнулась. Попала сюда на плавание, помогаю спортсменам подносить их вещи, убирать, судям помогаю. Также еще участвую в лазеране, то есть расставляю фишки, расставляю коврики. С другими волонтерами у нас все получается и думаю, что до конца игр все будет замечательно. Подготовка проходила у нас 14 дней в июне, все было понятно, то есть тут зависело больше от нас самих, как мы хотим подготовиться, насколько серьезно мы хотим выступить и показать свои навыки. Ребята на время вторых игр стран СНГ обеспечены бесплатным питанием, проездом на общественном транспорте, экипировкой единого образца, а также проживанием и страховкой. И помните, волонтерство это отличный трамплин для начала профессиональной деятельности.